На днях екатеринбургские гаишники в массовом порядке и в рабочее время дружно ловили тачку. Причем надо было им не ехать, а как раз таки, чтобы шашечки. Одним из клювых мест в такой ловле стала парковка на улице Малышева. Некоторым это место известно как Бабушкин комод. Во время этого рейда здесь можно было наблюдать спецкрашенные авто только двух типов – гаишные и такси. Понятно, что при этом мимо проверяющих, конечно же, прошел целый гигантский пласт бомбил нелегалов, чьи машины никак не помечены в качестве такси. Но тем не менее, они пользуются услугами агрегаторов, получают от них заказы, они получают с клиентов деньги, при этом государству не платя ни копейки налогов. А пассажиры вверяют свои жизни и здоровье не пойми кому и неизвестно, купил ли он свои права в достаточно престижном подземном переходе или их нет у него и вовсе. Вот такие извозчики, проезжая мимо мест массовых отловов раскрашенных такси, довольно ржали, потирая руки и радуясь за выбитых конкурентов. Впрочем, проблема эта отдельная, по ней работают, но другими методами. А у нас, напомним, рейд. Выглядел процесс примерно так. Мы желаем городской ГИБДД, техно-взор, капитан политики, взять документы, пожалуйста. Александр Рокисович, путевый лист, пожалуйста. Разрешение на работу. Затем следовала стадия предъяв и честных ответов. А где разрешение? А на прощание большинство таксомотористов получало красиво заполненные бумажки, поясняющие, по какой именно статье КОАП им предстоит раскошелиться на штраф. Ну, придется что делать? Им выгодней. Нам выгодней так ездить с газом. А то, что уже не доделали документы, то есть. Некоторые, правда, оставались при своем мнении, что штрафанули их ни за что. Ну, за что специально? Ну, за что просто остановить, все. Ну, я понял. А в административном протоколе что у вас? В административном? Штраф-то вам за что выписали? Я не знаю. Что хотели, писали. Там ничего не видно, ничего не заметно. Вам не интересно, что ли, да? А? И вам не интересно. А что интересно? Как захотят, так и пишут. Почему так думаете? А? Почему так думаете? Как почему так думаете? Потому что нету справедливости. Всего в Екатеринбурге, в самых разных его местах, наловили 130 таксистов-нарушителей. Самый популярный залет – нарушение правил проезда перекрестков – 28 из 130. 12 наказали за неисправные авто. И еще у пятерых машины были раскрашены как-то с нарушением закона. Проверяются автомобили такси, или в том числе выявляются нелегальные перевозчики. Работа ведется в госавтоинспекции совместно с заинтересованными службами. И в первую очередь это подразделениями полиции по вопросам миграции. Сегодня в аэропорту Кольцова нашими сотрудниками был задержан водитель иностранного государства, стран ближнего зарубежья, который имел водительское удостоверение с явными признаками подделки. Соответственно, данный гражданин задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ну и кроме того, также фиксируются случаи управления такси водителями, являющимися гражданами стран и государств, которые незаконно находятся на территории Российской Федерации. Еще один характерный нюанс. Из 130 нарушителей 44 таксиста оказались иностранцами. Почти половина из них, 20 человек, нарушали еще и миграционное законодательство. Пятеро из них на сегодняшний день уже выдворено в их своя сеть.